Всем привет! С вами Натали и я рада приветствовать вас на своем канале. Бесстыжая я такая. Давным-давно закончила этот домик от Вероник Жанже, который я вам показывала в одном из видео, где я вступала в СП, вышиваем по книгам и журналам от Елены Цвет. Ой, девочки, уже, наверное, практически месяц, как я ее закончила, но долго я как-то мучилась с оформлением. Не то, чтобы мучилась, я просто подбирала материалы, мне хотелось, чтобы все-все было идеально, предельно идеально. Но, как видите, я ее уже оформила. Вот так вот стоит она у нас в зале, на стенке нашей. Поближе я вам, наверное, буду уже показывать фотографиями, потому что, если я приближаю на телефоне, то как-то не очень все расплывчато так. Покажу вам именно, вот как она у нас стоит, то есть как мы на нее любуемся каждый день. Это дизайн от Вероника Жанже, книга называется «So British». В общем, такой вот милый домик, там еще к нему, так скажем, можно сказать, в комплект или в тандем идет еще несколько там надпись «Home Sweet Home» и что-то еще, не помню. То есть это все на одной страничке, как бы такие вышивки-компаньоны. Ну, вот на этот домик я очень давно смотрела. И здесь, в принципе, я говорю, вышивать практически нечего. И она у меня очень быстро пошла, эта вышивка, несмотря на то, что я несколько раз порола. Но чисто по своей невнимательности считала на равномерке неправильно, в общем. Сбивалась там на несколько крестиков. В общем, как видите, вот так вот я решила ее оформить, не совсем стандартно, так скажем. Вот под вот этим горошком, который идет фоном, это ткань, то есть подложка обтянута тканью. И по тканью я проклеила синтепоном. Ну, то есть сделала подложку мягкую еще. Но, знаете, не рассчитала, я хотела, чтобы было больше объема. Немножко плосковато все равно получилось. Мне хотелось, вот как в американских журналах иногда показывают, прям, знаете, в уголок, когда рамки смотришь, там прямо вот оно выпирает таким объемным. Ну, в общем, как у меня получилось, так и получилось. Мне очень нравится, то есть сам домик я оформила в круглый пин-кип и просто приклеила на эту основу. И вот таким вот жгутом я его оформила. Жгут вообще цвет в цвет подходит к цвету вот кружева и тот цвет, который идет там на листиках. В общем, ну, просто вот вписалось все как надо. Я очень рада и, наверное, не зря, в принципе, я не торопилась и мне попались необходимые материалы. Единственный нюанс, мне не очень нравится цвет бантика. Мне кажется, он слишком ярковат, но пока я нигде не могу найти ленту подходящего цвета. То есть поменять бантик это будет не проблема. Вот. Надеюсь, вам видно. Конечно же, далековато стоит. Мне не совсем удобно тут выставлять так камеру на штатив. Ну, в общем, я надеюсь, в принципе, общий план вам виден и понятен. А я уже немножечко пару фотографий вставлю в конце слайда. Еще раз хочется поблагодарить Елену Цвет за этот прекрасный СП. Я открыла для себя много новых каналов. И я, знаете, даже, как вам сказать, составила план своих очушек именно для прикладной вышивки. Мне очень понравилось, как девочки оформляют там и скатерти, и чехлы, ну, в общем, и очечники. Ну, в общем, все-все-все. Очень мне понравилось. У меня, правда, руки немного не с того места растут. Мама закройщик, а дочка сшить не любит, в общем. Но я так думаю, что что-то такую мелочевку, в принципе, можно и нужно даже пробовать, экспериментировать. И когда-то-то у меня получится. Ткани у меня, в принципе, предостаточно. Идей по вышивке предостаточно. Поэтому будем дерзать. Так что спасибо большое еще раз Леночке. Может быть, я успею еще поучаствовать с чем-то. Я просто у меня вечно хватаюсь за все и не успеваю ничего. Так что спасибо большое, что вы посмотрели. Я надеюсь, вам понравилось такое мое креативное оформление. Мне нравится очень. Пусть даже не скромно звучит. Ну, вот мне хотелось... Я вообще изначально, знаете, когда увидела этот дизайн, я хотела оформить его в рамку. Ну, или овальную, или круглую. Думаю, если найду. И вот с какой-то, чтобы лепниной была. То есть, в принципе, фоторамки такие есть. Но мне не подходил размер. Я в каких только магазинах не была. Не подходил размер конкретно вот по горизонтали. То есть, вышивка не проходила. А закрывать такую красоту мне не хотелось. Ну, вот я опять пошла не в ту степь. Уже почти попрощалась. И опять вам болтаю. Еще раз спасибо, что посмотрели. Что остаетесь со мной. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»